Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия решила помочь Европе и быстро лишить ее доступного газа. Европейские политики с марта месяца пугают в кавычках российское руководство своими масштабными планами по прекращению поставок в Европу российских энергоносителей, включая нефть, газ и уголь. Однако к середине мая, то есть за два прошедших месяца с начала обсуждения новых пакетов экономических санкций в энергетической сфере, европейским политикам удалось договориться лишь об ограничениях на поставку в Европу российского угля. И то, данное ограничение вступит в силу лишь с августа месяца. По нефти и газу до сих пор никаких решений не принято, хотя в прессе неоднократно сообщалось, что Евросоюз готов отказаться от импорта российской нефти к началу следующего года, а от российского газа к концу 2024 года. Указанные угрозы европейских политиков, по всей видимости, настолько утомили российскую власть, что она решила помочь Евросоюзу и избавить все страны Европы от российского газа уже в самое ближайшее время. Первыми под раздачу попали все прибалтийские государства, которые оптимистично заявили, что обойдутся без российского газа за счет помощи США и Польши. Однако американский экспорт СПГ в Европу в апреле месяца неожиданно для европейцев упал на 8%, а поляков Газпром сам отключил от газа. Равно как и Болгар, которые тоже заявили, что надеются теперь только на американский жижный газ. Правда, когда он доплывет до Болгарии, никому неизвестно. С 12 мая Россия ввела санкции против польской газораспределительной организации Европольгаз и полностью прекратила транзит газа по газопроводу Ямал-Европа. Теперь фактически Польша и вся Прибалтика энергетически изолированы от поставок газа. Напомню, что поляки надеялись перейти на норвежский газ лишь к концу этого года. Теперь же есть высокая вероятность того, что газа ни полякам, ни прибалтам не хватит даже до осени. С прошлой недели на треть упал транзит российского газа через украинскую ГТС, а с 24 мая Газпром планирует прекратить поставку газа в Финляндии. Напомню, что страны Евросоюза недавно приняли закон, обязывающий заполнить газом все ПХГ к 1 ноября не менее чем на 80%. Сейчас европейские газовые хранилища в среднем заполнены на 34%. Без российского газа запастись голубым топливом к осени невозможно. Чтобы решить эту задачу, Европе уже сегодня надо полностью прекратить потребление газа и найти дополнительно к октябрю еще 40 млрд кубометров. Пока 15 млрд кубов пообещали поставить только США. Итог декабрю. Похоже, все идет к тому, что Европе всерьез придется по примеру Латвии переходить на дрова. Это позволит, по крайней мере, не замерзнуть зимой. Правда, всю крупную промышленность придется остановить на неопределенный срок.